МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А жених у нас Максим. Давайте знакомимся. Добрый вечер. Сегодня я пришел на передачу, чтобы найти себе невесту. Отзывчивую, искреннюю, но главное, верную. И в этом мне помогут мои друзья Евгений и Анна. Максим, 28 лет. Встречался с девушкой 9 месяцев, а содержал ее 4 года. Когда она попросила узаконить отношения, Максим отказал ей. Владелец строительной компании, а также фирмы по прокату автомобилей. Увлекается автогонками. Одна из четырех его машин – спортивная. Предупреждает, ни одной женщине не удастся загнать его под каблук. Максим не ищет домохозяйку, потому что есть помощники по хозяйству в загородном доме. Признается, что выбирает девушек по внешним данным. Его идеал – блондинка с карими глазами. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы были у нас на программе два года назад. Да, был. Мы знаем вашу историю. У вас была девушка, которую вы любили, а она вам морочила голову, да? Да, так оно было, к сожалению. А что за любовь была такая? Что заставляло быть рядом с человеком, который просто вас не уважал? Именно любовь. Вы замучены. Вот что с ним будут делать, скажи? Тогда я не понимал того, насколько важно, чтобы были эти чувства взаимные. И чтобы она вас уважала просто. Чтобы она уважала, да. А она откровенно вами пользовалась, да? Да, да, да. Не работала, ничем не занималась? Нет, она считала то, что при ее, скажем так, красоте и внешних данных, работать – это просто как-то унизительно для нее. Ну, проститутка. Я не могу этому ничего сказать, потому что раз отношения были, я сейчас подтвержу эти слова. Нет, я вам об этом говорю, потому что ведь в одно время, живя с вами, пользуясь вашими деньгами, она позволила себе завести другого молодого человека. И от вас даже этого не скрывать. Куда вы, типа, денетесь? Да, я считаю, конечно, это было хамство и, наверное, последняя капля моего терпения. Я просто быстренько расскажу. Вы решили поехать в Турцию, она на этом настояла. Да, у меня не было и времени, и просто… Ну, поскольку ехали туда ваши родители, то вы думали, ну, почему бы и нет. И вот вы поехали все вместе. Да, да. А буквально перед отъездом она вам сказала, ты знаешь, Максик, встретилась с мужчиной, вот он только до меня дотронулся, и я поняла, что… Это она мне сказала, когда мы уже улетели туда. Ну, сначала вот эту предысторию всю, которую мы сейчас обсудили, она сказала. И она говорит, ты знаешь, вот этот молодой человек, он сейчас находится тоже в Турции, только на другом курорте. Ты не против, если я соберу вещи и туда уеду на такси? Ну, это звучало для меня очень дико. Во-первых, я был совершенно не готов к такому, и мы договорились, то, что мы все-таки живем в одном отеле, вместе проводим время. Ты это слышал вообще? Ну, наверное, знаешь, он такой мальчик… Совпадение. Это посвящение вас в эту историю, такси, уехать к нему? Да, абсолютно. Она еще и была и садистка, потому что она видела, что вы в нее влюблены, и дай-ка я добью перед отхуй. Это было просто издевательство. Она подгадала в какой момент все устроила, да? Да, да. Но она уехала к нему? Нет. А почему? Не отпустили, да? Я не отпустил, да, потому что на тот момент я подумал, что мне было бы еще тяжелее и как-то противнее, наверное, на душе, если вот так вот… И вот весь этот отдых, между вами ничего не было, да, потому что она не только проговорила свои деньги на своем телефоне, но еще и, набравшись наглости, сказала, деньги кончились, дай мне позвонить. И вы дали свой телефон. Да, я дал телефон, то есть каждый вечер они переписывались. Так, а что он это все самое страшное, это терпел? Ну, он просто ничего не мог сделать, видимо, со своими чувствами. Он понял то, что ему проще терпеть это, нежели… Ну, терпеть крепкости, когда она с любовником при ним там сид катает. Скажите, а что вас заставляет содержать вот свою предыдущую барышню? Ну, кроме ее слез и стенаний по поводу того, что она не работает, а жить ей нужно на что-то. Да, ну, просто там история закончилась чем? То, что за два дня до отъезда в Москву, когда мы решили, что мы в Москве уже разбегаемся, она живет своей жизнью, я своей. Она призналась в том, что это было все так спонтанно, она не разобралась, это вот именно эмоции, искринки. И на самом деле она любит меня и предложила, чтобы у нас все вроде как было нормально. Ну, как просто закрыли тему, забыли и все. Я, в принципе, наверное, от своей огромной любви к этому человеку попытался это сделать. Из большой любви к этому человеку. Он любит ее еще до сих пор? Я правильно услышал, что он сказал? Максим, за что любили? Кроме того, что она была блондинка с карими глазами. Вопреки всему. Именно любил, я не знаю почему. Ну, может, она какая-нибудь в постели была там? Была. Фантазерка. Была. Ну вот, за что любили, говорит. Мы расстались, оно продолжали. Мы расстались, знаешь, это продолжалось еще несколько лет, только как раз вот по этой причине. Потому что нас удерживали проведение вместе выходных дней. Ну, для здоровья уже. Да. Потому что была иллюзия обладания ей и ее душой таким образом. Вы немножко же, это то, что вообще не стоит, так сказать, в перечине. Иллюзия, понимаешь, Лариса, еще раз скажу, иллюзия. Потому что он любил, ему казалось, что если он сохраняет с ней какие-то остатки физической близости и еще помогает ей деньгами, она будет ему благодарна, и тогда, может быть, он может рассчитывать на что-то с ее стороны. Нет, я уже не думал. И сегодня в список ваших требований входит, единственное, что внешние данные. Вот чтобы она была, хорошо бы блондинка, с карими глазами. Пока вас грабли, на которые вы будете наступать, скажешь, не добьют? Я это уже сам понимаю. Ну, как это, вот все время-то говоришь, добьют, добьют. Если добьют, поздняк метаться будет уже все, крышка гроба. Да. Ну, что, куда же теперь деваться? Поэтому, может, еще все-таки до гроба. Максим, вы человек состоятельный. За эти два года капитал ваш приумножился, вы стали более зрелым, более состоятельным. Из миллиардера сделать миллионера, да? Ты сможешь. Мне кажется, любая девушка это сможет. У меня нет к вам вопросов больше, потому что мне и так понятно, что для вас важно в отношениях, внешность, что для вас важно в семейной жизни, внешность. Потому что вы уже сказали, есть хозяйки по дому? Нет, это первое, на что я обращаю внимание, но с этим я ничего не могу поделать. Конечно, я понимаю, что для дома мне нужен тыл, то есть надежный. Не нужно вам, Максим, надежный, и тыл вам не нужен. Вам вообще жениться, я думаю, пока рановато. Вам нужно еще своего дермидонца съесть, такое количество, чтобы вы взвыли и сказали, господи, а у женщины, оказывается, есть сердце, с женщиной, оказывается, можно просто интересно проводить время, с ними можно разговаривать. А чего ты, Лариса, это, а что, вот разные бывают семьи, вот дермидонц на дермидонц, раз тебе и семья интересная получится. А что ты прям так сразу его, говорит, не надо ему жениться, почему не надо, найдем ему ровню в этом отношении. Хорошо, Василиса, и будем уже знакомиться, и что там говоришь. Соединение Венеры с Марсом, соединение любви с физическим желанием и страшной жаждой физического обладания, все это во льве. Вы действительно увлекаетесь, увлекаетесь надолго. Ваша проблема в том, что вы быстро, если человек вас действительно заинтересует. Ну, для женщины это хорошо, но для вас это может быть проблемой, как вот в случае с этой девушкой. Мне кажется, что самый важный урок, который вы должны были вынести из предыдущей жизни, из нашей программы, из всего, что не нужно влипать вот так глубоко, что не все мужчина должен быть готов отдать за эту свою страсть. А можно себе приказать, можно разве контролировать уровень страстей? Можно, можно. Каким образом, Василиса? Можно. Человек не животное, и не инстинкты должны руководить. Потому что вот ваше желание и полная жажда обладания – это инстинкт. А человек – существо разумное. Но я надеюсь, что большая часть все-таки разумная. Поэтому хочу верить, что вам не придется еще раз разочаровываться в женщинах. Будьте разумны, будьте осознанны. Я тоже надеюсь, что он видит, что он не хочет быть под каблуком. Послушай, Миш, только мудрый мужчина может позволить себе быть под каблуком, по крайней мере, сделать вид, что он под каблуком. А только глупый будет права качать, бить кулаком по столу, да, и я, всем лежать и так далее. Эта женщина, она всегда бывшая ваша, исчезла из вашей жизни? Да, конечно. Ну, с Новым годом там, поздравляет. Нет, 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 мы у нас... Нет, имейте в виду праздничный, новогодний секс, может быть, случается. Уже все реже и реже. Только в високосные годы. Есть? Нет, у него сейчас своя личная жизнь и наша... Ну, кому это мешало, когда это личная самая жизнь? Нет, мы никак не пересекаемся. Даете слово? Конечно. Багаж вообще мне неинтересен. А еще самое странное, что люди пытаются вступить в новые отношения, не закрыв предыдущие. Думаю, сейчас посмотрю, как там, если не понравится, куда вернуть. Хотя, как, значит, запасная подушка, да? Да, Роза, я думаю, что на твоем рынке такие женихи в радость, молодой. Ну, да. Богатые. Собачка меня смущает там. Две. Две, тем более. Ну, одна-то у вас вроде спокойная, да? А вот вторая-то просто жуть. А чем она тебя смущает? Питбуль там, говорит, там, говорит, загрызть, может, сам боится подходить. В доме со своими как котенок. Только нельзя выходить на ее территорию, когда она принимает пищу. Знаешь, говорят, что люди, которые заводят собак, хотят любви. Да. Люди, которые заводят кошек, эту любовь хотят дарить. То есть ему не хватает любви, это однозначно, да. Максим, а что ваши родители? А что они? Ну, если вы с ними достаточно близки, ездите вместе отдыхать, что они говорят вам? Они никогда не давали мне каких-то конкретных указаний. Так можно делать, так нельзя делать. То есть они не лезли в мою личную жизнь. Они равнодушны, что ли, к вам? Нет, нет, они абсолютно неравнодушны. Они пытаются что-то объяснить, сказать. Но они просто знают, насколько я эмоциональный человек, что-то, если я хочу или мне нравится. И с этим уже просто сделать ничего не нужно. А я какая? Папа-инженер, мама-инженер. Мама-домохозяйка. Ну, домохозяйка. Ну, традиции какие-то существуют, там, передачи этих традиций друг другу рассказывают. Потому что мне, допустим, мне всё равно, на ком женится мой сын. И более того, конечно, насильно заставлять не буду, но много чего я уже придумала для того, чтобы он женился на той девушке, на которую я ему даю. Сейчас он тренируется. А ваши родители как-то участвуют в процессе выбора? Да. Говорят, ну, вот как, Лариса Рим любит говорить, ну, там, сыночек, посмотри на то, посмотри на это. Конечно, обязательно. Да, они говорят, они указывают на какие-то минусы. Или наоборот, говорят, вот, хорошая девушка. А вот на ту девушку что говорили? Они думали, что это всё произойдёт как-то очень всё быстро. То есть, ну, мы наиграем с этими отношениями, и ничего не будет. То есть, потому что они не могли поверить, что из этого может вообще что-то произойти, так как это всё случилось на их глазах. Вы в новых отношениях будете наставить, чтобы девушка занималась чем-то, например, работала? Обязательно. Обязательно. Потому что я считаю, что девушка должна работать только для того, чтобы быть чем-то занятой. А она скажет, нет, Максик, даже не мечтай об этом. Это твои проблемы. Я не хочу работать. Я буду с тобой ухаживать. Буду как твоя мама-домохозяйка. Но я не могу прям так сразу сейчас ответить. Это надо смотреть. Потому что если я увижу, что это намёк на, опять же, предыдущую историю, то, конечно, сразу будет нет. Тогда давайте смотреть, да? После рекламы у нашего жениха состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся» на студии Максим. Идите, знакомьтесь с первой невестой. Удачи. Привет. Привет. Переглазая блондинка. Точно. Меня зовут Максим. Меня Роза. Очень приятно. Займенно. Проходите. Переглазая блондинка. Две Розы на передаче. Да, ну одна девушка. Ну такая симпатичная. Ну да, хорошенькая. Здравствуйте, Роза. С кем вы? Моя подруга Алена. Давайте на вас посмотрим. Роза, 26 лет. Не работает. Живёт за счёт мужчин. Гордится своим сыном. Мечтает родить пятерых детей и стать неприлично богатой. Предупреждает, что мужчине придётся смириться с её меркантильностью. Роза 4 года жила с мужчиной и даже родила ему сына. Но оставила возлюбленного сразу, когда тот разорился. Надеется, что Максим крепко стоит на ногах. Что вас рассмешило в истории про самую себя? Ну, со стороны смешно на всё это смотреть. А вы с чем-то не согласны? Здесь есть какое-то преувеличение, есть неправда? Ну, я думаю, нет. Всё сказали так, как и я. Откуда такое, Роза? Вы татарка? Ну, у меня помесь в крови. То есть мама русская, а папа татарин. То есть полукровка? Да. Вот оттуда. Такая страсть к деньгам-то. Только вот посмотри, да. У Розы всё получается, её содержит, а ты колотишься, колотишься, Роз. И чего? Ну, так она как-то так. Ты должна была вообще промолчать на тему того, что она является содержанкой, мне кажется. 26 лет и чего? Я лучше доченьку свою на ногу поставлю. Нет, стоп, 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 стоп. Во-первых, у меня есть ребёнок, да, которого я родила и выращиваю. Выращивают только овощи? Ну, может быть, я не то слово подобрала, да? Выращивают, да. Ой, овощная семья какая-то. Я сама заработала себе на квартиру. У меня есть небольшой бизнес. А чем вы заработали? У меня интернет-магазин брендовой одежды, ювелирки. И вы заработали на квартиру? Да. Где, в Москве? Да. Интересно, как? Без помощи мужчин, имея ребёнка на руках. Секундочку, секундочку, можно это проверить, да. Квартира бралась в кредит, выплачивалась, да. То есть, эту историю всё можно поднять. До своих лет. Да, я меркантильная, я от этого не отказываюсь. Это естественное присутствие к одежде. А скажите, а где отец и ребёнка? Почему вы не вместе? Ну, так получилось, что разошлись и не общаемся. Потому что, как только у него закончились деньги, он вам стал неинтересен. Это одно из. Это очень важный аспект, я думаю, это главное, да. Но всё-таки накопилось, да, измены, ещё какие-то моменты. И в итоге, после трёх лет общения, когда он разорился, я была с ним ещё год. Вот. Но в итоге мы расстались. А почему вы не вышли из него замуж? Ну, как-то... Вы были в роли любовницы? Ну, в роли гражданской жены. И что теперь ищут хоть по программам, да? Разорился и убежала. Вот это зачем? Выйти замуж, я вот так вот, по сути, я могла уже три раза точно. А у ребёнка в паспорте его фамилия? Да, его. Он был старше вас? Да. Вообще красавчик. Дорого я отдал, но не жалею. Да, да. А вы хотите быть неприлично богатой, это сколько? Ну, я бы, допустим, хотела бы зарабатывать где-то, наверное, 300 тысяч долларов в месяц. Сколько? 300 тысяч долларов в месяц. Меня бы устроило. Фигня какая? Ну, как эта фигня? У всех... 300 тысяч-то, что нам? Всё. Правда? Я не доразмаю её. По желаниям. Вам зачем нам муж? Вам нужен отец и ребёнку? Или для чего вам нужен мужчина? Я хочу детей, я хочу семью, я хочу тыла, я хочу быть не одна, да, я хочу спать с кем-то в обнимку, проводить время, проводить жизнь, растить детей. Я понимаю, почему она выбрала такую стратегию выходить замуж за богатых мужчин и жить за их счёт. А в Москве вы сколько уже? В Москве я с 17 лет. Угу, 9 лет. Ну, около того где-то, да. А чё заканчивали-то? Есть образование какое-то? Ну, высшего нету. А про чё его получать, правда? Почему? Я бы хотела отучиться на высшее образование, может быть, и не одно. Но мне интересна история, мне интересна психология. Психологом? Да. Ой, да у вас такое, да мне поучиться, вон Лариса говорит, у вас надо. У меня вот никак не получается мужиков-то разводить-то. Я сама норовлю, держишь, нужно брать. Мужчина добывает, женщина хранит. Она просто действует по инстинкту природы, и всё. А где вы знакомитесь с мужчинами? Да в разных местах, возле Ларька, в парке. Мы смогли знакомиться с ней. У Ларька? Даже в пробке. У какого Ларька-то, милая, с деньгами-то мужик к Ларьку не подойдёт? Только в каком-нибудь гольф-клубе. Алёна, а вы чем занимаетесь? Я домохозяйка, рощу ребёнка, у меня два высших образования. Прорабатываю моделью для себя, для души. А муж есть? Да, гражданский муж. Ну, это не муж. Почему не муж? Мы с ней 8 лет уже. А что мешает? Планируем пожениться. Нет, а что мешает закончить отношения? Мы хотим большую свадьбу, где-то на 100 тысяч долларов. Ну, у неё и подруга такого же плана, видишь? Да, очень. Они, я думаю. Они коллеги? Вы написали, хотите блондинку с карими глазами, красивую. Я хочу для семьи. А что же она вам для семьи-то? Да, для семьи, чего не хватает? Нет, почему? Отлично, погулять там вместе. Здрасте, мы татарки не такие. Монросочка-то у нас это, да? Раз для большей деньги хочет, значит, и сохранит ваши деньги-то будет. Как у нас в сейфе? Правда, в нашем сейфе это будет ваши деньги. Но зато не потратит кто. А чего экономная? Это да. Некрасивая готова родить пятерых детей. То есть у вас еще четыре ребёнка в будущем будет? У меня не хватит денег. 300 тысяч долларов в месяц дать жене. Не дать жене, а на семью. Я говорю, что я хочу зарабатывать. Я не сказала, что муж должен зарабатывать. А как вы будете зарабатывать и при этом хотите пятерых детей? Детьми же нужно тоже заниматься. Можно грамотно совмещать. А о какой грамоте вы говорите? У Розы нет образования. Может быть, сначала стоит подучиться? Я считаю, некоторые люди уже имеют образование. Какие? Назовите мне, пожалуйста, глупость какая-то. Они не представляют, что это такое. Вот прям. Вы нас не переубедите, к сожалению. Нет, как будет. Боже, из баб. А что? Почему? Нет. Если есть мечта, вы должны... Главное, чтобы она была, правильно? Конечно. Главное, чтобы была. Некоторые люди не могут подумать, что они могут иметь даже 100 тысяч рублей в месяц. Но мы же с вами понимаем, что это реально. Да. Ну, здорово. Покажите сюрприз. Да, ну, сюрприз. Из этой области. Да. Эта книга называется «Десять секретов счастья». Я ее сама читала, дополнительно еще купила специально для тебя. Очень интересная, маленькая, но очень такая насыщенная. Один секрет. Вот там десять секретов, а вы один секрет можете мне раскрыть? Один секрет, который вас особо, так сказать, возбудил. Особо возбудил, особо возбудил. Вот самый важный, как вам показалось. Не раскрывай секретов никому. Это же книжка, это же не Роза написала. Ну, мне очень сложно перефразировать, да, потому что из моих уст это будет все равно не так, как из-за уст автора. Почему? Нет, у меня очень хорошо работает фантазия, я вам поверю. Ну, например, например, например. Не забыла. Я думаю, что там наверняка что-то там из мира инвестиций, банковское дело, инфляция. А я думаю, там карточка и номер телефона. Вы не думаете, что так? Нет, если на вас такое впечатление произвело. Нет, просто я не одну прочитала, это один автор, да, я прочитала. Да, я не одну прочитала книгу. Ну, назовите хотя бы, ну, не знаю, произнесите три фразы. Ты не читала нифига, это так. Я читала, я читала. Ну, почему? Может, читала и не запомнила? Секрет счастья так и не раскрылся. Да. Спасибо, проходите. Своя комната. Короче, мы взаимно друг другу не понравились. Анна и Евгений, что вы скажете? Фееричная девушка. Ну, у Макса уже одна такая была. Шила на мыло. Ну, ты знаешь, ему нужно идти обратно к той девушке, с которой он жил, вот, а ему это подходит. Вот и все. Вся эта история, не хочу отношения узаконить, а потому что мужиков богатых уже дураков-то нема. Зачем же им ставить штамп в паспорте, если пираньишки потом отберут половину? Поэтому нет, сегодня, ты говоришь, товар, деньги, товар. Ты молодая, молодость, можешь родить, позволяй, но дам тебе столько, сколько посчитаю нужным, потому что ты мне никто. Вот и все. Бред какой вообще несет. Вообще не про тебя. Роза? Что могу сказать? Мало знать себе цену. Надо, чтобы о ней узнали еще другие. Молодец, Роза, озвучила. Ну, такой товар тоже купет, найдется. Кстати, вы недавно только таким купцом были. Ну, что ж, не нравится, будем пересматривать, а так найдется. А я даже не удивлюсь, если Максим в конце программы выйдет именно с Розой. А он что хочет? Он так и хочет, чтобы она была красивая и ухаживала за собой. Как тебе, Василиса? Ну, если Роза не пересмотрит что-то в своей жизни, то она помыкается, помыкается и через некоторое время вернется к одному из своих бывших мужчин, возможно, к отцу своего ребенка. Это я говорю абсолютно серьезно. Есть такие аспекты просто в гороскопе на ближайшие два года. Она действительно подходит вам внешне. Это правда ваш тип женщины. Подумай, самоноженный, тебе такой претендент. Я сразу сказала нет. Я несколько настороженно отношусь ко львам с земными планетами, с Венеры и Луной в земных знаках. Потому что они, с одной стороны, себя очень любят, с другой стороны, эту цену всем и каждому показывают. И они действительно очень меркантильны. С одной стороны, нормально, когда женщина говорит, я хочу, чтобы мужчина обо мне заботился и делает это конкретно. Но она должна взамен что-то давать. Чувство, любовь. Она должна хотеть, ну, как-то облагодетельствовать своего мужчину. Неважно, работой, деньгами, рождением детей и так далее. Вот тут я увидела «Любите меня» позиция статуи. Вот эта поза статуи, я не понимаю, куда ее поставить в этой роли статуи, что с ней делать. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Вторая невеста готовится к свиданию с нашим женихом. А пока реклама. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Максим. Идите, встречайте вторую невесту. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Привет. Меня зовут Маша. Максим. Очень приятно. Очень приятно. Я думаю, что мы понравимся друг другу. Я вот надеюсь. Но я очень боюсь твоих собак. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Мария. Здрасьте. 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 Послушайте, вы же у нас были. Да, мы неплохо существуем уже как пары. Спасибо вам. Вячеслав и Анастасия. Вы правда вместе? Да, у нас все хорошо. И мы до граждан. Сколько по времени? Ну, уже, наверное, месяц. Выглядят они счастливыми. Да, они очень похожи. Они тоже вместе, конечно. И вы привели свою подружку. Да, я думаю, что ей так же повезет, как и нам. Давайте на вас пасмашим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Три года возлюбленный добивался расположения Марии. А когда она в него по уши влюбилась, стал издеваться над ее чувствами. Надеется, что Максим никогда ее не обидит. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Что значит, вы никогда не жили за счет мужчины? Ну, я имела в виду то, что, в общем-то, я сначала училась в школе, потом училась в институте, потом работала... А расскажите про этого парня, который над вами издевался. Вы знаете... АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, когда... Квартиру снимали... Кто снимал? А, ну, нет. Ну, я жила на съемной квартире, да, он жил у меня. Вот. И кто платил за нее? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы забеременели? Он обрадовался. Нет, он это... Он был готов к этому? Он был готов к этому, но он чётко мне сказал, что я могу забыть о какой-то самостоятельной жизни, в плане думать о чём-то другом, кроме ребёнка, но при всём при этом он будет вести себя так, как он считает нужным. А в ЗАГС он вас не хотел завести перед тем, как вы родите? Вы знаете, я не знаю, хотел он сделать это или нет. В общем-то, я напрямую никогда не задавала ему такой вопрос. Почему? Как, вы же ребёнка носили под сердце. Максим, он что-то не фартит, все как с багажом идут. Девчонки, наверное, подметили, что парень с деньгами думает, сейчас я вместе со своим багажом и пристроюсь. Он на протяжении всех отношений всегда позволял себе мне изменять, меня это очень обижало, но так как я его любила, я надеялась на то, что когда-то это изменится. У вас случился выкидыш, потому что он над вами издевался? Ну, он да, он не издевался, он просто уехал по своим делам на несколько дней, и мне ничего об этом не сказал. И когда вы ему рассказали про выкидыш, он вас обвинил в том, что вы даже ребёнка сохранить не смогли? А когда он над вами издевался и снимал всё это на видео? У вас была истерика, а он... Нет, ну что у вас слёзы, мне это приятно, потому что вы живой человек. Значит, у вас до сих пор это болит, и вместе со слезами я хочу, чтобы это всё ушло навсегда и чтобы никогда больше не возвратилось. Я допускаю, что вы его так любили, поэтому всё это терпели. Слушай, она плачет. Блин, бедная. Ну, тяжело. Бывают такие моменты, когда ты знаешь, что если ты расстанешься с человеком, ты просто умрёшь. Вот гад. Скажите, пожалуйста, Маш, а что вы сами о себе думаете? Какая вы? Вы себя знаете? Я думаю, что да. Настолько... Вот какая вы? А у меня точно здесь ничего не размазалось? Нет, ничего у вас не размазалось. Она даже плачет, всё равно красивая, да? Слав, давайте тогда вот по поводу Максима. Как вам кажется, он может сделать счастливой Марии? Мне самое главное, хотелось бы вот понять, вот сам... Ну, все мужчины, очень тяжело рядом с собой красивую девушку терпеть. Он привык. Не каждого силы. Он привык, у него была красивая. Вот самое главное. Если вот он понимает, что красивая девушка, он адекватный, всё... Просто она повода для ревности не даёт, и гнобить её за то, что она красавица. Ну, вот мне кажется, вот мне хотелось бы, чтобы вот этого не было. Кто не знает, что будет через месяц, когда они будут плотно общаться? Да нет, она Мегера. Как вы считаете, вы по адресу пришли к Максиму? Я думаю, что по адресу, но надо будет общаться. А не боитесь, вам 25 лет, Максиму 28, родите ребёнка, красота не вечная, найдётся более молодая, более красивая. И Максим, который заточен на женщин, любит их, деньги есть, возможности есть, будет вам изменять? А он будет изменять. Не знаю ещё, кто кому там изменять будет. Да, Максиму ещё нужно будет спасать от неё. Я просто думаю, что Максим оценит не только красоту Марии, потому что она очень лёгкая, с ней общаться хорошо. А придано-то у вас какое? А то это то, что тут расслабилась, тут на вас... А никакого, а какое нужно? Вообще никакого. Нет, она получает высшее образование, она учится в серьёзной фирме, то есть ещё дополнительно. Вы знаете, это большая редкость для девушки с такой внешностью, в таком возрасте, заниматься собой, образованием и работать. Правда? У меня в том же возрасте есть ещё плюс ребёнок, бизнес, квартира, машины и так далее. Что в чём удивительного-то они нашли, я не поняла. Здесь снимаете по-прежнему, да? Да. Настя, вы тоже снимаете? Да. Но это же не мешает вам вот общению, правда? Наверное, не все смотрят на квартиры, на машины. Да, вы знаете, безусловно, не все. Вот, и вот яркий пример, что, в принципе, как бы... Настя, мне так нравитесь, вот на прошлой программе я просто в вас влюбилась, и сейчас. И я! Мне нравится низкий голос, мне нравится, что вы правильно соображаете, что вы такая рассудительная, и подружка подстать. Потому что, вот как в предыдущей истории, да, скажи, кто твой друг? Да, это безусловно. Ну правильно, нас набросились, тут поплакали, а от них... Я поверила, что Мария практически идеальна во всех отношениях, но наверняка всё-таки есть какие-то скелеты в шкафу. Вот о чём хотелось бы Максима на берегу предупредить? Мне сложно сказать. Чего не готовы делать в браке? В какой ситуации мужчине не уступите? Всегда можно договориться, везде есть флогика. Не всегда можно договориться, если мужчина говорит, я хочу десять детей, десятерых. Пожалуйста. Это та ситуация, в которой... Это иногда же можете получить... Хорошо, а в какой ситуации, например, не договоритесь? Ну вот это является скелетами шкафу. Может, да почему? Всё, пожалуйста. Пожалуйста, такая. Пожалуйста. Но, и там требования. Бабки только давай. Пожалуйста. Вы вообще когда-нибудь говорили мужчине нет? Да, естественно. Три года говорила нет. Но... Вот Роска молодец, а. Сказал, бабки нужны. Всё, без бабок не буду. Вот это я понимаю. И всё будет. Бабки будут у неё. А у вас? Я всё-таки, наверное, делаю ставку на то, чтобы люди были, как сказать, из одной системы координат. Они хотели быть вместе? Хотите Максиму задать вопросы? Пожалуйста. Мне очень интересно послушать, какие. Сложно придумать какой-то вопрос, чтобы он не показался. Предъявляет она претензии и требования к мужчинам. Вот не предъявляет. Просто по всем характеристикам это очень положительное. Стоит, конечно. Конечно, стоит. Спасибо. Но она скромная девушка такая. Нет, это не скромная. В 25 лет это уже дура называется. Понимаете? Потому что мы каким образом взрослеем, становимся мудрее, когда мы учимся на своих ошибках. А если ты бесконечно повторяешь одно и то же, вот я такая, вот любить меня такое. А никто не хочет любить. Все будут измываться, все будут относиться к тебе, как... Ну, значит, что нужно сделать? Вывод? Не делай, значит, дура. Ну, каждая умная женщина знает, что она дура. Никто из мужчин не хочет взять женщину и быть для нее нянькой. Все хотят получить готовую партнершу по жизни. Жизнь сегодня, ребят, очень тяжелая. Никому не нужна инфанта, которая будет по любому поводу ломаться. Ну что это? Жизнь должна быть праздником. Ну, сделаешь ему праздник. Почему я ему буду делать праздник? Бабло у него есть, потому что... Покажите сюрприз. Сложно было признать что-то такое, чего у вас нет, наверняка. Вот. Есть один такой фильм «Укращение Строптивого». Ну, там укращали Строптивого. Вот. Придется сделать вино своими ногами. Я предлагаю разуться. Слушай, она столько винограда приперлась на себя. Видишь? А теперь под музыку мы будем его долить. Хорошо, договорились. Где музыка? Ла-ла-ла! А ну, я не буду спать. Ой, сейчас он ее уронит. Как мало! Главное, не свалить. Кто будет это пить? Я думаю, Максим. Я думаю, что было весело. Аккуратненько. Спасибо, спасибо огромное. Анна и Евгений, скажите, ваше впечатление. Очень понравилась девушка. Она открытая, она светлая, несмотря на то, что с ней произошло. Единственное, что, конечно, после этой истории явно самооценка у нее очень сильно упала. И все хорошо, но мне кажется, что с Максом они не очень подходят друг к другу. Ну, мне на самом деле кажется, что у них не все так безнадежно. Девушка мне тоже, безусловно, понравилась. А чем она вам понравилась? Она очень милая. Она абсолютно не похожа на предыдущую девушку. Безусловно. А мне кажется, такой контраст приятный в твою сторону. Ну, вот просто. Она такой очень мягкий человек, никогда не может сказать «нет» мужчине. Мне кажется, если она научится это делать, хотя бы чуть-чуть. Ну, вы, может быть, в силу молодости просто ничего не понимаете в людях. Вот если человек может с легкостью заплакать, не хамит, вы считаете, что правда характер хороший, человек мягкий, она пришла в красном, в ярко-красном комбинезоне. У нее вытравлены в белый цвет волосы. Она все про себя прекрасно понимает. Это стереотип, видишь? Видишь, вот смотрит на человека белые волосы, и сразу кажется, что так. Василиса, я ничего не понимаю в звездах, в гороскопе, но я понимаю, как женщина, я вижу другим чем-то. Вот меня красный цвет, так сказать, дезориентировал. Я видела не то, что говорит. Мария. Ну, он тебя совершенно не дезориентировал, просто твои какие-то смутные подозрения и догадки, они сложились в бессознательную концепцию, хотя оно, может быть, на уровне логики не складывает. К счастью, тысячелетний опыт астрологии позволяет увидеть причину быстрее. Она человек с огромной самооценкой, с достаточно высокой, но только соединение Солнца с Юпитером на границе знаков рыбы и овна не дает возможности это демонстрировать впрямую. Просто люди иногда самоутверждаются где-то через самоунижение. Ведь можно рассказать много о том, как ты страдал, и ты сразу как-то возвышаешься, очищаешься душой. Она человеком в 45 лет, понимаешь? И терпеть от него побои и унижения. Никто не говорит при этом, что Мария плоха. Просто ей самой нужно вот эти свои амбиции, вот это свое переживание вывести из бессознательных ощущений на уровень сознания. Ей нужно самой понять, почему она страдала. И перестать получать удовольствие от унижений. А красная – это не только цвет агрессии со стороны человека, вот такой еще оранжевый. Социально очень удовлетворенность. Нет, 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 Рост, не только про это. Да, у меня видишь, сколько красного. Ой, то есть у тебя проблемы, Рост. Мы уже все знаем. Речь не только про это. Иногда человек красным провоцирует. Это одновременно не только агрессия, но и провокация на агрессию противоположного пола может быть. Вот это крик, да, о том, что человек хочет, чтобы в его адрес нечто проявили. Но и тогда в этой сложной ситуации будет возможность свои лучшие качества тоже как-то рассказать, дорогой. Ой, извините, я хотел вам... Что-то недоговорили. Хотелось просто... Хотелось просто защитить Марию. Почему вы говорите, что Марии легко заплакать? Да пусть плачет. Да не в этом дело, она искренняя. Я не про то, что плачет, не плачет. Настюха, я бы, между прочим, насторожилась. Уж больно такой адвокат у твоей подружки. Славустик-то. Ну-ка, иди сюда. Не надо воспринимать буквально. У меня... Я себя не гноблю. Я прекрасно принимаю, что я симпатичная. Просто я в основу отношений все-таки ставлю чувства. Хорошо, да, и про чувства. Это к вам не имеет никакого отношения. Это так, знаешь, как говорится, в каждом намеке есть маленький намек. Была у меня подружка Аня, не знаю, где она сейчас, но неважно. Вот она была вот такая несчастная. Вот все-то у нее мужики ее бросали. Но была хорошенькая, следила за собой все. И как-то мне так стало вдруг в тягость съездить к ней все время, ее эти душевные утечки затыкать. Я говорю, да поживи у нас. Я еще была замужем там за Илью, покойным Царством Небесное. И вот выходит она на завтрак, как так в халатике. И вдруг ей плохо. Ох, она так хлобысь в обморок. Полухалатик. И как-то она все время что-то вот такое. Это про несчастных. Это к вам не имеет отношения. Но, Настя, в этой истории есть небольшая доля мужчины очень падки на жалость. Вот когда он однажды начнет лечить вашу подружку там, бесконтактно, понимаете, боюсь, что может увлечься. Хорошо, если бесконтактно. Сначала все бывает бесконтактно. Поэтому дружба дружбой, но дело, как говорится, утопающего, дело рук. Вы сами из своих слез выплывайте. Слава, а вы, мой дорогой, перестаньте облизываться и так участвовать, ладно? Я человек надежный, зря вы так. Вы вот просто так говорите. Смотри, у меня глаза надежные. Все это облизывается, она прям такая, она сякая. А теперь идите в свою комнату. Идем. 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 Думайте над тем, что я вам сказала. Совсем скоро жениху предстоит третье свидание. После рекламы Смотрина продолжится. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». Я предлагаю Максиму встретиться с третьей невестой. Проходите. Здравствуй, Максим. Я пришла с тобой познакомиться и узнать друг друга поближе. Хочу, чтобы ты не улыбнулся. Спасибо. Ты не так улыбаешься. Да, да, да. Здравствуйте, Кристина. С кем вы? Здравствуйте. Это мои друзья и мои партнеры. Андрей и Михаил. В каком смысле партнеры? Да, интересно. По бизнесу. А подружек нет? Подружек нет. Опа,еньки. Вы пока думайте, а мы посмотрим на экран. АПЛОДИСМЕНТЫ Кристина. 26 лет. Руководитель проекта в рекламной кампании. Гордится тем, что с 16 лет сама себя обеспечивает. Мечтает стать ведущей экстремального реалити-шоу и сняться в комедийном фильме. Предупреждает, что ее мужчина должен писать ей много СМС-сообщений. Встречалась со стриптизером, который считал Кристину испорченной девушкой, а сам изменял ей направо и налево. Надеется, что Максим окажется порядочным мужчиной. Кристина, вы влюбились в парня, в стриптизера. Ну, они себя называют танцорами. Давайте с этого начнем. И вы стали вместе снимать квартиру. Я с ним общалась, была знакома, и он... По интернету? Да. Вы искали себе подружку, чтобы вместе жить? Да, в тот момент у меня был тяжелый период, и мне нужна была подруга, у меня была двухкомнатная квартира, и мне стало тяжело одной в ней проживать. И я думала, возьму себе кого-то. Кристина, ну вы же разумная девушка, не страшно было? Молодой человек по интернету, стриптизер... Я с ним знакома, общалась вживую. Хорошо, вживую общались. Вы о нем ничего не знали. Не страшно было? Мог обокрасть, мог убить, мог надругаться. Нет, мне не было страшно, потому что... Ну вот я пообщалась с человеком как-то, посмотрела на него и... Ну хорошо, отношения закрутились? Да. Или просто вынуждена? Нет, не вынуждена, а закрутились. Были чувства? Да. А как он, допустим, живя с вами в одной квартире, у вас чувства, у вас отношения, мог позволить себе вам изменять? Я же не знала об этом. Заходили разговоры о том, что хорошо бы пожениться или там что-то? Или... Как я ему всегда говорила сама, то, что ты не мужчина моей мечты, скажем так, на будущее. Потому что я тебя не вижу через 10 лет. Как можно было спать с мужчиной и говорить ему такие слова? Поэтому и он не считал нужным. Нет, я же ему говорила это вам верным. Я же это не сразу, мы только с ним... А когда? Когда расстались, вы сказали, да я и не хотела за тебя замуж. Но отношения не были такие, что мы планировали жениться. Тогда это что было? С вашей стороны, с его понятно, а с вашей стороны что-то было? Я не могу вам объяснить, что это было, я не могу объяснить это сама себе. Я не понимаю, это встречаться ради секса или ради чего? По-моему, должны быть отношения, любовь, дети, брак в будущем. Парни, вы были с ним знакомы? Нет. А как вам вообще вся эта ситуация с мужской, так сказать, стороны? Я думаю, что Кристине не нравилась его деятельность. Все-таки это... Кристина очень доминирующая, она... Очень. Она активная, у нее позиция неведомой. Тут уже, мне кажется, если мужчина уж очень хочет быть с тобой, то он будет менять род деятельности, дабы не вшатывать нервы своей девушки. Покажите сюрприз. Максим, я знаю то, что у тебя черепашки есть. Две. Две. У меня есть для тебя сюрприз. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Ловили черепаху. Ловили черепаху. Ловили черепаху, главное, да? Знаешь, она мебла, она даже черепаху не может поймать. Черепаху поймает. Ни стрекозу, ни кузнеца там, да? Я хочу посмотреть, каким ты, может быть, заботливым. Как ты накормишь черепашку вместе со мной? Так черепашку надо кормить в воде. Я знаю, но она будет его так вот хватать, а в воде уже будет доедать. Вот, мы посмотрим, она твою креветочку схватит или мою. Давай. Ну, давай, давай. Подставляй. Посмотрим, чье она выберет. Я думаю, что он ничего не выберет, она в шоке. Нет, почему в шоке? Видишь, к твоей тянется. Он знает черепашку, он сам как она, она в шоке. Он выберет черепашку. На деле, что она у нас перекусит, но животное... А спатеньки она будет между вами? Спатеньки она будет в своем уголку. В своем? В уголку, в уголку. У меня вообще никакого вышивания нет. В своем уголку. Знаешь, такое слово? Склонение такое. Спасибо вам, парни. Забирайте свою подругу, выходите в свою комнату. Я вас слушаю, что вы так хитренько улыбаетесь, ехидненько. Ну, на самом деле, какая-то, мне кажется, немножко странная девушка. Когда она вошла, сказала, что у нее подруг нет, у нее только друзья. Он как друг переживает, что подруг там не будет. Да нет, просто как-то подозрительно, по-моему. У меня только одна надежда, что это хозяева черепашки. Милая девушка, но меня, конечно, очень смутило ее дух авантюризма. Они что-то в шоке, что ли? Человек ищет, но, по-моему, мы их напугали. Что вы сказали? Мне не понравилось только одно. Это легкомысленность ее стороны. То есть, опять же, только что обсудили, что практически сразу жить вместе со стриптизером. А что стриптизеры не люди? А что Тарзан не человек? С ним Королева живет. Ребят, 26 лет. Совершенно невнятная история. Почему жила? Зачем жила? Она сама для себя должна была объяснить, почему она была рядом с ним. Почему терпела такие вещи. Ну и все, я с вами согласна. Почему рядом мужчин? Там какой-то дурацкий сюрприз. Это черепашка. Тетя 26 лет. Суп сварила бы из нее. С черепашкой покормить. Вася, а звезды что? Есть люди рассудочные, есть люди, которые считают, что они рассудочные. В случае с нашей последней героиней, это именно так. Потому что там, во-первых, соединение Луны и Меркурия в Деве, она правда человек, который видит детали, все примечает. Как мы видели, способен парировать в диалоге. Но при этом, как вожа под хвост попала, вот так и действуем. Сами себе потом не можем ничего объяснить. Я думаю, что, может быть, и он, как мудрый мужчина, просто учтет все эти нюансы. Но я, на самом деле, когда решил, что я тебя выберу, мне уже, в принципе, все равно было, что они говорят. Но главное было. Ты знаешь, будем надеяться, что и здесь так же. Анна и Евгений. Приятно, что вы неравнодушны к судьбе вашего друга Максима. Поэтому сделайте правильный совет. Кто? Мне кажется, что из них больше всего подходит Мария. Я абсолютно согласен с Аней. Мне кажется, Мария лучшая из этих трех девушек. Не потому, что она хорошая, а потому, что остальные еще хуже. Если зайдет, он сюда. Да, я выйду. Я хочу сказать, единственная, внятная и четкая из всех девушек была Роза. Из первой комнаты. Не крутила, не вертела. Сказала, что ей нужно, у нее есть ребенок. Про 300 тысяч загнула, но лучше сказать 300, а там будет трешка. Уже хорошо, конечно. Но она хотя бы о себе сказала. Я красивая, хочу красивой жизни. Не просто так сюда, в Москву, приехала. А то, что привирает. Ну а кто из женщин не привирает-то на этом этапе? Вы любите красоту. Она соответствует абсолютно описанию того, что вы хотите. К таким барышням вы привыкли. Это ваш тип. Поэтому что мешает. Я хочу этого еще на 4 года ему посоветовать. Поэтому Роза. Явно не мой мужчина. Мне нужен такой сильный. Сильнее тебя однозначно. Да, ведущий, а не ведомый. Я тоже за Розу. А как? Сама Роза. Василиса. Как бы мне не хотелось поддаться эмоциям. Как бы я не была обуреваемой мыслями, что мне кого-то нужно вам посоветовать. Я понимаю, что астрологически ни одна из женщин не оценит мужчину вашего типа. А значит, они способны быть с вами, но только из своих каких-то соображений. И вам сегодня остается выбирать, на мой взгляд, ту, которая должна была понравиться больше всех своей яркостью. Это Мария. Но поскольку уж совместимости ни с кем нет, я советую ее хотя бы потому, что она понравилась и можно строить с ней отношения. Он очень очевиден, если он выберет эту девушку. Серьезно. Серьезно, слушайте. Проходите. Вы же знаете, куда идти. Мы вас поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону 4-4-ки. Павло, 35 лет, номер 2039. Шеф-повар в московском ресторане. Профессиональный мотогонщик. Увлекается дайвингом и скалолазанием без страховки. Свободно говорит на четырех языках. Гордится недвижимостью в Англии, Греции и Африке. Жизнь возлюбленной обещает превратить в сказку. Наталья, 53 года, номер 2040. Прапорщик внутренних войск. Увлекается астрологией, играет в футбол и хоккей. Мечтает встретить отзывчивого мужчину с добрым сердцем. Мы не знаем, выйдет Максим один или с избранницей. Я приглашаю всех выходить и давайте его поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Привет! Привет еще раз! Привет! Ну что, общее дело? Общее дело! У нас есть пара Максим и Мария. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкеты на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте в самое семейное герои на номер 4-4. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, подождите. АПЛОДИСМЕНТЫ При каких самых необыкновенных обстоятельствах вы занимались сексом? Макс Приста Вайзе Фрагн Зоглавсгникт Она взяла 100 долларов и прогуляла их с подружками. За какой суммой ты готова переспать с любым мужчиной? Только за любовь. Мне тут одна спрашивала, а если тебе миллион долларов дадут, согласишься? Нет. Роза, а ты? Я да. И я да. Ну так вот, русые косавьица, волоса.